Сенсация Зальцбургского сезона. Опера «Шарлотта Соломон». Французский композитор Марк Андре Дальбови написал оперу о жизни еврейской художницы, отразившей в своем творчестве безумие Холокоста и погибшей в Освенциме. Спектакль начинается с этой сцены. Красивая молодая женщина сидит на берегу моря и рисует. Образ Шарлотты Соломон создают сразу две исполнительницы – актриса Йоханна Вокалек и певица Мариан Кребаса. Марк Андре Дальбови, композитор-спектралист, работал над своей оперой до последней минуты. Ноты на пюпитрах музыкантов не просохли от типографской краски. Дальбови принадлежит и идея создания музыкально-сценической композиции о жизни Соломон. При этом в либретто, как и в сценографии, используются оригинальные письма, дневники и рисунки художницы. «Меня поразило творчество Шарлотты Соломон. Можно сказать, что мой подход к её наследию скорее эмоциональный, чем интеллектуальный. Дело в том, что не только её искусство, но и вся её жизнь необыкновенно задели меня и тронули». Шарлотта Соломон родилась в 1917 году в Берлине в семье хирурга и оперной певицы. Спасаясь от погромов, в 1939 году эмигрировала в Южную Францию. Самоубийство бабушки открывает для Шарлотты страшную семейную тайну. «Она оказалась фактически перед выбором – пойти по тому же пути, покончить с собой или сделать из своей жизни какой-то совершенно безумный проект. Учитывая, что практически все родственники по материнской линии наложили на себя руки, можно представить себе, какое невероятное психологическое давление она испытывала. Плюс антиеврейские преследования в родном Берлине. И, тем не менее, она выбирает жизнь и создаёт своё грандиозное произведение». Йоханна Вукалек и Мариан Кребасса передают амбивалентное положение и самоощущение своей героини. Спектакль показывает сильную, готовую к борьбе молодую женщину. Музыка же рассказывает и о её ранимости, о борьбе за выживание – психологическое и физическое. В тысячах рисунков Шарлотта Соломон рассказала свою жизнь. Они стали частью постановки. «Прежде я никогда не использовал в моих постановках проекции. Но в данном случае мы делали спектакль о художнице. И не показать её работы было просто невозможно. Нельзя же было делать вид, будто мы можем рассказывать о её наследии чисто теоретически». «Мир образов Шарлотты Соломон сочетается на сцене с реальными событиями жизни. Темные, мрачные сцены чередуются с красочными жизнеутверждающими, радостными, как и искусство художницы, сделавшие выбор в пользу жизни и любви». «Тексты и рисунки Шарлотты показывают нам женщину, которой удаётся эмансипироваться, освободиться от уз, наложенных на неё семьёй, происхождением, политической ситуацией». «Да, она нашла то, что искала. Саму себя». Такой вот почти хэппи-энд в опере «Дальбови» разительно отличается от судьбы художницы, погибшей на пятом месяце беременности в концлагере освенцем. Некоторым такой финал показался чересчур радужным, а музыка «Дальбови» слишком благозвучной для такой темы. Ясно одно, Шарлотта Соломон, увы, малоизвестная художница, достойна того, чтобы ей посвятили оперу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова